Главная задача общественных приемных – оказывать помощь горожанам в решении социальных, коммунальных и правовых проблем. В Полевском за подобной помощью в общественные приемные обратилось более 2000 человек. Кто-то просил помощи в поиске помещений под аренду, кто-то обращался с просьбами установки пешеходных переходов и дополнительного освещения дворовых территорий. Мы обозначили 9 приоритетных направлений, которые были представлены в начале декабря именно на общественные приемные Народного фронта населением. Которые были представлены в Думу, самые злободневные вопросы были рассмотрены при формировании местного бюджета. Из 9 вопросов, которые мы выделили, самые важные, я не говорю, там какие-то небольшие вопросы, мы нашли возможность сегодня по просьбе именно населения 7 вопросов отразить в бюджете этого года. В первую очередь это ремонт Центра культуры и народного творчества в южной части города, проектно-сметная документация по строительству дороги улицы Павлика Морозова, пристрой к школе номер 14, реконструкция манежа школы номер 4, строительство нового моста в поселке Станционный Полевской. Еще один немаловажный пункт народной программы, который вошел в финансирование из местной казны в 2012 году, это проектные работы по газификации села Полневая и физкультурно-оздоровительный комплекс в южной части Полевского. По этим пунктам работа начнется уже в этом году, рассказывает председатель Думы Полевского городского округа Александр Ковалев. Общественные приемные народного фронта, продолжает Александр Владимирович, показали и рассказали власти, о чем думает население, что его волнует и о чем мечтают жители Полевского. Общественные приемные, как форма народовласти, наверное, даже независимо от партии, они должны работать. Этот институт, как общественная палата, как школьная дума, эти институты народовластия должны работать и развиваться на территории, чтобы был диалог с властью. Если население пассивное, если оно не обращается, не работает, то, естественно, власть не будет работать активно. И власть будет всегда оторвана от населения. Вот это очень важный шаг, который, наверное, не только в городе Полевском, но и во всей России надо сделать. Надо его сделать не на той волне, которую пытаются сейчас сделать на фоне митингов, а сделать его в форме нормального человеческого диалога. Не просто диалог на эмоциях, а диалог с цифрами, диалог об необходимости, диалог о выставлении приоритетов развития территории и приоритетов выстраивания отношений. Между властями и между населением. Если этого не будет, не будет развиваться ни город Полевской, ни область, ни Российской Федерации. Общественные приемные возобновят свою работу в Полевском уже с понедельника. В ежедневном режиме плюс планируются выезды на село. Кроме секретарей, которые будут присутствовать на приемах, в состав общественных приемных войдут депутаты различных уровней и юристы, рассказывает Александр Ковалев. Будут, кроме того, тематические еще дни приема, где будет целый день, например, вопросы социального обеспечения, пенсионные вопросы. Но активно продолжим работать с управляющими компаниями в диалоге, чтобы они тоже вели прием там, и чтобы эти вопросы были под контролем общественной приемной. Но, естественно, немного изменится внутренняя начинка. Будем привлекать туда и юристов, и специалистов, которые в постоянном режиме работали. Но, естественно, здесь нам нужно формировать костяк сегодня Народного фронта. И для того, чтобы этот костяк не чиновники, даже не депутаты контролировали, а сама общественность контролировала выполнение тех наказов, которые поступают. Если этого не будет, это одна из основных функций контроля за выполнением наказов. Если этого не будет, будет также откладываться в долгий ящик и будет долго лежать. Здесь очень многое зависит от активности населения. Единственное, что требуется от населения нашего города, так это активности и готовности пойти на диалог с властью. Если мы сидим, молчим, если мы боимся, то не будет, никто за нас не придет, не сделает. А если вы молчите, власть даже не услышит, не узнает, что есть такая проблема в комплексе. Она будет заниматься текущими вопросами. А честное слово сказать, по текучке, что у администрации, у главы, что у депутатов, по текучке просто не дают иногда голову поднять. Здесь надо просто стучаться, объединяться и двигаться вместе дальше. Общественные приемные, организованные Общероссийским народным фронтом, должны стать не разовы акцией, а постоянным и долговечным проектом. Это еще одна форма власти, которая должна существовать независимо от партии, говорит председатель Думы Полевского городского округа Александр Ковалев. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.